Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором всегда есть что посмотреть по танкам. И в этом видео покрутим рулетку на прогу 46, которая появилась буквально пару минут назад у нас в игре. Ну и обязательно заценим возможности достать эту машину на первых прокрутах. Я не буду крутить полностью данную рулетку, делать буду прокруты у себя на твинке. На данном аккаунте у меня данной машины нет, ну а что касается моего основного аккаунта, то там у меня Проджета уже несколько лет и я являюсь счастливым обладателем, потому что она действительно меня радует. Что касается стоимости всей рулетки. Полностью вся рулетка, все 18 прокрутов предусмотренных обойдутся вам в 14910. На две последних вот этих крутки скорее всего у вас будут приходиться легендарный внешний вид на Проджету, ну и соответственно сама Проджета. Если вам повезет и вы выбьете себе тачку до 16 прокрута включительно, то машина вам обойдется со всеми плюшками в 10420 голды. Также стоит отметить, что разработчики сделали такой себе чекпоинт на 8 прокруте в виде 1 голдового. Ну к этому мы уже в принципе привыкли и вот эти вот с 1 по 8 прокрут обойдутся вам в 1296 с учетом 8 прокрута. Короче говоря, если до 8 прокрута вам повезет достать тачку, то можно сказать, что забрали ее абсолютно бесплатно. Что касается того, что положили сюда в рулетку. Ну понятное дело положили 3 раза по 50 тысяч серебром, 2 раза по 2000 свободки. Это нас тоже уже не удивляет. Как мне кажется абсолютно ненужный анимированный аватар. Что касается ценного. Тут действительно неплохо в отношении контейнеров плюс-минус. Можно 2 раза по 3 контейнера Собери Иксе забрать, плюс 2 раза по 1 конту, плюс можно еще забрать 2 раза по 3 контейнера мистических. Ну и что касается того, что условно годное. Это больше для любителей кастомизации в нашей игре. Здесь есть контейнеры с атрибутами ангара, в которых вы найдете атрибуты, начиная от действительно прикольных и заканчивая тех, которые мало кого-то заинтересуют. Ну и плюс к тому, здесь есть еще вот этот вот контейнер с обвесами, из которых можно себе какую-нибудь украшалочку забрать. Опять-таки все зависит от того, что отсюда выпадет. Если, допустим, вот этот вот товарищ упадет, проводник душ, то прикольно, классно. Но это на мой вкус. Ну а что касается вот этого, допустим, эмоционального прожектора, то лучше бы, чтобы он не выпадал. Потому что вещь абсолютно бестолковая, вы его сами видеть не будете, не то что ваши соперники. Ну что, ребят, давайте будем пытаться покрутить. Я попытаюсь покрутить до восьмого прокрута включительно и дальше остановлюсь. По одной простой причине, потому что на всю рулетку у меня голды все равно нет. То есть тачку я себе гарантом не заберу отсюда. Хотя очень хотелось бы данную машину себе на этот аккаунт получить. Ну а что касается того, чтобы крутить с умом, то я бы рекомендовал вам либо вовремя остановиться, либо уже идти до конца. Потому что если вы прокрутите, допустим, там практически всю рулетку и нескольких круток вам не хватит для того, чтобы главную награду себе забрать, то считайте, что вы свою голду, в принципе, слили в унитаз, а это будет очень обидно. Поэтому я бы рекомендовал следующее. Ставите перед собой определенную границу, что, мол, дальше я не пойду, и до этой границы прокручиваете. Ну а если уж прям совсем главная награда нужна, то просто будьте готовы заплатить за нее полную цену. Три контейнера мистических я получаю на третьем прокруте, и давайте посмотрим, что мы из них получим. Глядишь, может сейчас мистик какой-то выпадет. Неех-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ребята, по-моему, Варгейминг мне подкрутил. Знаете, почему я радуюсь тому, что мистик выпал? У меня на этом аккаунте практически нет танков. Ни премиумных, ни коллекционных, поэтому чтобы отсюда не упало, это все равно, скорее всего, будет отсутствовать в моем ангаре. Т23Е3 Ну, слушайте, семерка, да Не 8, не супер имба Но почему бы и нет Дополнительный прем, который в любом случае Стоит своих там 3-3,5 тысячи голды Вот в этом вот голом состоянии Ну, слушайте, неплохо Я, в принципе, доволен За сколько я его забрал там? Совсем за голему Открываем еще контейнеры Ну, тут уже, правда, есть у меня дикие сомнения По поводу еще одного мистического сертификата Но и на том, но и на том, ребят В данном случае я безумно доволен С первого же мистика достать себе премчик Пускай седьмого уровня Но, можно сказать, на халяву Это действительно круто По талисманам мне тут не хватает еще 6 штук Поэтому навряд ли что-то получится Так, мистики закончились И, ребят, ради интереса Во что мне это все дело обошлось? Ну, грубо говоря, там 275, да, плюс 150, 375 425, да, если я правильно посчитал Ну, слушайте, неплохо За 500 голды забрать себе семерку Если бы мне предложили ее купить Я бы вполне спокойно и за полторушку Забрал бы себе данную машину Пусть будет, почему нет Кататься, частично фармить Может, какие-то БЗшечки выполнять Так, падает контейнер Собери их все Ну, тут собери их не все А не собери вообще ничего Это мое отношение к данным контейнерам Ну, и, в принципе, по-моему, абсолютно заслуженно Не хватает двух еще контейнеров Для того, чтобы косарь голды получить Но было бы неплохо, чтобы вот сюда вот Дропнуло, конечно Тогда было бы поинтереснее Тогда был бы полный окуп и на халяву Получил семерку Но, дай прогу 46 Ну, дай Ну, не жлобись 50 тысяч кредитов Ну, ладно Прощаю Прощаю, ребят В этом прокруте рулетки В принципе, готов простить все, что угодно До восьмого прокрута включительно Еще 50 тысяч Ну, да Такое себе Но радует факт того, что все Слава богу, закончилось Дальше остались только никчемные аватары И 2000 свободки Крутим дальше Что нам приносят 395 голды Но Давай контейнеры мне Собери их все три штучки, а? Пожалуйста Ну, да Сейчас Губу раскатил, да? Прям совсем разжиться хочешь, ГСН Ладно Прокручиваем еще Но Давай Давай Ай, блин Ну, класс Легендарный внешний вид падает На машину, которой у меня нет И что мне теперь делать? У меня получается теперь что? Идти до финального свистка? Так не за что идти, блин Так, что у нас здесь получается? Ну, по самым По самым таким высоким шансам Здесь свободный опыт Я, скорее всего, заберу Либо иксы Навряд ли Навряд ли Что-то годное упадет Ну, давайте Я что подумал, ребят? Смотрите Я ставил перед собой цель Остановиться на восьмом прокруте Включителем То есть потратить 1295 Но с учетом того, что мне выпал танк Стоимостью в 3000 голды Как его в основном торгуют То в целом Я думаю, что будет справедливым Сделать еще пару прокрутов Окей Да, я там По голде Типа уйду в минус Больше И при этом Все Типа Мне гораздо дороже Достанется эта Семерка Но все-таки Ну, все-таки Здесь уже Здесь уже интересно Даже самому становится Глядишь, может Сегодня мой фартовый день Ну, вот то, что я говорил Иксы падают Ну, ладно Давайте Еще Ну, дай, блин Ну, дай Уже ждал, блин Легендарный внешний вид Че тебе, жалко, что ли? Контейнер с обвесом Ну, не могу сказать, что я рад Лучше бы выпали Собери их все Чтобы косарь хотя бы вернулся Хранитель неба Круто И я считаю, что неплохо Потому что рано или поздно Проджета 46 у меня В любом случае Появится на этом аккаунте И вот как раз на нее Можно будет поставить Вот этому легендарному Внешнему виду Кстати, в которой Прога смотрится Действительно красиво Но это гораздо лучше Нежели то, что на нее Было раньше Там Кама вот этот Был посвящен Турнирным боям Так 990 голды Ребят Не знаю Дальше Не вижу смысла Абсолютно никакого Дальше все очень-очень дорого И я сомневаюсь Что в этом есть Какой-то Определенный смысл Сейчас посмотрю Ради интереса Что у меня По коллекционкам Может можно будет С чем-то Временно расстаться Ну в принципе Можно будет Того же самого Не знаю Нибулона Скинуть Я на нем Не играю По большому счету Ладно Жадность Жадность Ребят Скорее всего Додобрать Сейчас мне не доведет Это будет Либо свободный опыт Либо Вот эта вот Фигня В виде Анимированного Аватара Ладно Рискую Ребят Рискую Так уж и быть Лайканите Пожалуйста Данное видео Для того Чтобы меня Морально поддержать Понимаю Что делаю глупость 990 голды Практически косарь Если сейчас даст мне Свободку Нет Ну то есть Окей Хорошо Тогда получается Слава богу Талисманами Сейчас верну себе Тысячу Но Давай тачку Еще какую-нибудь И прям Совсем счастливым Буду Ну не знаю По моему Собери их все В последнее время Танки вообще Не выпадают Косарь возвращается Тот на который Я в принципе Рассчитывал То есть получается Что данный прокрут Я по большому счету Сделал просто Вхолостую Ну или так Ох Ёп Ребят Я забираю Все свои слова Обратно В отношении Данной рулетки Рулетка просто Великолепная Крутите все Полностью На все деньги Которые у вас есть Идите Закладывайте Квартиру В ипотеку Не знаю Сдавайте родственников В аренду Таджикам В общем Ребят Вот все что угодно Делайте Не в обиду Таджикам Абсолютно Ребят Не обижайтесь Таджикистану отношусь Крайне Крайне нормально Вот так вот Вот все Понимаете Да То есть Бац И восьмерка На ровном месте А я не ожидал Серьезно Я тупо Этого Не ожидал Ну я теперь Знаете Что могу сказать Смотрите Поймите меня правильно Я сейчас Просто пойду Вабанг Буду крутить Данную рулетку До финиша По одной простой причине Сейчас объясню Полностью Все 18 прокрутов Стоит 14910 Я получил Сейчас Себе Тайпа Который В любом случае Стоит 7-7.5 Ну а значит Проджета 7-7.5 Тоже стоит Ну плюс У меня еще Была семерка Которая мне упала И Косарь голды Мне вернулся Талисманами Ну то есть Получается Я эти машины Просто куплю По нормальной цене Ну а глядишь Может еще Что-то из контейнера Упадет Поехали Поехали Крутим Попытаюсь Докрутить до финала Буду продавать Тогда коллекционные машины А потом их буду возвращать По Мере возможностей Ну Просто потому что Я сейчас окупаюсь Если бы не Не момент Выпадения Типа Я бы однозначно Сейчас остановился И дальше не шел Собери их все Ну блин По-моему По-моему Можно уже Идти ва-банк Можно уже рисковать Вот и все Может Кто-то меня не поймет Пишите свое мнение В комментариях Вы бы остановились на этом Или шли бы дальше Напишите в комментариях Пожалуйста Мне интересно Почитать Похвастайтесь Своими результатами Если крутили Смотрим 1550 голды Что мне приносят Еще Три контейнера Собери их все Жаль Талисманове Не смогу набрать Еще раз Тысячу голды Было бы неплохо Так Ну Когда выпадает Несколько наград Сразу понятно Что танка Здесь не будет Забрали И С третьего Контейнера Что мы получаем Ничего мы не получаем С третьего контейнера Но в целом Ребят Я Не расстроен Абсолютно 1799 То есть Мне сотни Не хватает Кого можно продать За сотню Так За сотню За сотню Ну Давайте Попробуем Продать Вот этого Товарища Луч Сколько ты у нас Там стоишь Вот как раз Сотня Продаю За сотню Буду пытаться Идти в притирку Ну Я имею ввиду Что я буду пытаться Продавать машины Так Знаете Вот в пределах Того Чего мне не хватает Так Сейчас мне явно Вот это вот Лабуда выпадет Вот Гадалки не ходи Вот Вот это Нет Все Ребят Гадалкам не хожу Не буду ходить Гадалкам 2500 Следующий Прокрут Давайте сейчас Откроем Мистики Я Чисто на На эмоциях На адреналине Кликнул Забрать Вместо того Чтобы открыть Ну Давай Давай Мистик Давай Мистик А Да Нет Не дал Да Жадина Ну Еще раз Прям Слушайте Вот этот Второй Конечно Контейнер Вообще Ни о чем Только что Был Но 100 Голды Вау Вау Ну Ладно Не получилось Ребят Не получилось Здесь не хватает Еще трех Талисманов Так Вот 2500 Голды Это получается 2400 Блин А у меня Нет ничего Такого Чтобы продать На 2500 Нибул Он стоит Косарь Ну что К91 Продавать Что ли За пятерку Для того Чтобы забрать Себе Ой Ладно Бог с ним Ребят Гулять Так гулять Правильно Если что Потом подкоплю 2500 Выкуплю его Обратно Но здесь Уже просто Надо идти Ва-банк По одной Простой причине Потому что Я докрутился До момента Когда вот Прога уже На финише И вот На этом моменте Все бросить Это будет Действительно Уже Глупым решением Уже Если пошел То Как говорится Иди 2500 Голды И давай Давай прогу Мне вместо этого Контейнера Ха-ха-ха Нет Нет Ребят Как видите Главную Награду Получится Забрать Только На последнем Прокруте И здесь У нас Нокий Забираем Забираем Атрибут Ангара Пусть будет Что-то Ну и Соответственно Вписываюсь Забираю себе Проджету 46 Все Без Каких-то Там Прокрутов Всего Остального Ребят Я слил Полностью Всю Свою Золотую Копилку И продал Еще Две Тачки Одну За 100 Голды Лучка Продал И К-91 Продал За 5 Косарей Из этого Всего У меня Осталось 611 Голды Доволен Ли я Нет Не совсем По одной Простой Причине Потому что Хотелось Чтобы Не доходило До того Чтобы К-91 Пришлось Продавать Но С другой Стороны У меня Есть Приобретение Новое А именно Type 57 Есть Progetto 46 К ней Легендарный Внешний Вид Ну и Плюс Какой Никакой А все Таки Атрибутик Ангар Что такое Progetto 46 Я вам Сейчас Покажу Только Для этого Перейдем На мой Основной Аккаунт Там Где Она У меня Уже Давно Есть И Нормально Настроена Ну что Побежали Тестить Будем Перед тем Как заценивать Progetto 46 Я хотел бы Уделить Буквально Пару секунд Времени Вопросу Внешнего Вида Этой Машины Как я Говорил У меня На основном Аккаунте Есть Вот этот Вот Легендарный Внешний Вид Но мне Он не нравится Абсолютно Не знаю Он какой-то Сильно Пестрый И мне Кажется Что для Progetto 46 Не очень Подходил Я Долго Ждал Момента Пока Появится Вот этот Внешний Вид Потому что Он Действительно Тачке Подходит Как мне Кажется Гораздо Лучше Но она Какая-то Более Серьезная Что ли Но это Дело Вкуса И поэтому Здесь Особо Что-то Обсуждать Мне кажется Смысла Абсолютно Нет Просто Констатирую Своё Мнение По поводу Внешки По Progetto 46 Поскольку У меня Нового Легендарного Внешнего Вида На основном Аккаунте В отношении Progetto 46 Я не думаю Что есть Смысл Что-то Долго Рассказывать Машина Всем давно Известна Все Ее встречали В боях Многие До сих пор Ее себе Хотят Ну а Если Вы Новичок То Поверьте Вы Не Пожалеете Если Прогу 46 Себе Приобретете Даже Несмотря На то Что Огромное Количество Лет Машина Находится В игре Она Продолжает Очень Круто Себя Показывать Ребят Вот этот Последний Снаряд А он же Первый Который Заряжается В случае Если Вы Свой Магазин Опустошили Дозаряжается Не какие-то Там 12 16 Секунд Это Нерезервный Снаряд Он просто Заряжается За 6 Копейками Секунд То есть По большому Счету Вы играете Как на Танке С цикличным Орудием Но при этом У вас Есть еще Несколько Снарядов В запасе Для того Чтобы встретить Своих Соперников И да 240 единиц Альфы С пробитием 180 мм Это не очень Круто Но Кто-то Может так Подумать Но только С учетом Того Как часто Вы можете Отстреливать По своим Соперникам И вам Всегда Есть Чем Ответить Я считаю Что орудие В отношении ДПМ Очень Даже Классное Плюс Стоит Отметить Что Время Сведения 2,7 Что Прям Божественно На дальних Расстояниях И очень Классный Разброс Чуть Более 0,3 Который Позволяет На дальних Расстояниях Выцеливать Своих Соперников Ну и Соответственно Попадать В их Серые Зоны Для того Чтобы У вас Было Пробитие Выше На 9 Единиц Рекомендую Поставить Вам Калиброванные Снаряды Но Это Не более Чем Рекомендация Потому Что Каждый Играет Так Как Ему Нравится На Том Оборудовании С которым Ему Более Комфортно В боях Поэтому Прислушиваться Не прислушиваться Здесь уже Решайте Самостоятельно Ну что Ребят Берем Прогу И поехали В бой Потому что Именно там Необходимо Ее Заценивать Ну что Ребят Поехали И как обычно Начинаем Зацен Машины С подвижности В отношении Того Чтобы Срываться С местом Проджеты Конечно Далеко Не идеально Но В отношении Скорости Передвижения По карте Более чем Достаточно Для того Чтобы Находиться В нужном Месте В нужное Время Да и Плюс к тому С учетом Того Что Проджета Не круто Забронирована Ехать Сразу На передок Смысла Вообще Никакого Нет Лучше Немножко Обождать Посмотреть Пока Ваши Союзники Которые Являются Более Живучими Немножечко Где-то Как-то Кого-то Подсветят Влекут На себя Внимание Соперников Ну и В частности Вам Необходимо Находиться Рядом Со своими Союзниками Постоянно Для того Чтобы Оказывать Им Оптимальную И максимальную Поддержку Своим Уроном Который Вы можете Наносить Через Каждые Грубо говоря 5-6 Секунд Это действительно Очень удобно Очень комфортно Кто-то Начнет Меня поправлять По поводу Того Что я Забываю По поводу 2,5 секунд Перезарядки Между собой Снарядов В магазине Да На это Тоже Необходимо Делать Скидку Но В целом Ребят Все равно От этого Орудия Хуже Не Становится Однозначно Ну а Что касается Потенциальных Возможностей Данных Тачек Я имею Ввиду Проджет 46 Которые Попадаются В боях То в основном Эти машины Выходят С довольно Неплохими Результатами По настрелам С довольно Неплохими Результатами По количеству Полученного Серебра Сейчас Чисто Из принципа Подброшу Надеялся На то Что Глядишь На вскидку Просто В кого-то Попаду Ну и Соответственно Подъезжаю Поближе А за это Время Тот Снаряд О котором Я говорил Последний Он же Первый Который Не является Резервным У меня Уже Дозарядился А когда Я подъехал Сейчас К сопернику И готов В принципе Начинать По нему Отыгрывать У меня В запасе Опять Три Снаряда Именно В этом Прелесть Видите У меня Опять Три Снаряда В магазине Которые Я могу Отбрасывать Пускай Один У меня Сейчас Зашел Безрезультатно Точнее Не зашел В Химеру Но при этом Вот вам Пожалуйста Еще один Снаряд Есть Для того Чтобы Отбрасывать И еще Один Снаряд Ну и В целом Давайте Потихоньку Начинать Их Реализовывать Сейчас Конечно От Химеры Я в Бортину Получу Но по моему Оно того Стоит Да и Плюс к тому Команда К сожалению Сливается Что бы Что бы мы Не делали Если команда К сожалению Не справляется В целом То Не всегда От нас Действительно Зависит Результат И исход Боя И к этому Необходимо Быть готовым Но в то же время Это не значит Что вы не должны Бороться До последнего И не стараться Сделать все Необходимое Для победы Доволен ли я Прогой 46 И считаю ли Ее на сегодняшний День годной Тачкой Да Однозначно Это очень Бодрая машина Очень результативная Очень приятная Ну а самое главное Она дает мне то Чего я хочу От этой игры Я получаю удовольствие От игры на ней И мне кажется Что это самое главное Да пускай Не во всех боях Я на ней побеждаю Да пускай Не во всех боях Я выхожу С четырьмя тысячами Нанесенного урона По соперникам Но все равно Результативность Данной машины Оспорить Крайне сложно Мне лично Заходит На все 200 И именно поэтому Я Не пожалел Голды На своем Твинковом аккаунте Для того Чтобы данную машину Себе заиметь Ну и В дальнейшем Радоваться Играя на ней Так Ну тут я уже Психую Я психую Понимаю Понимаю Что в принципе Это была последняя Тычка Наверное Нет Еще успеваю Закинуть В химеру Но К сожалению Понятное дело Победы Нам это не принесет Сейчас посмотрим На результаты боя Не собираюсь Ничего выбрасывать И я в принципе Не стыжусь Ни одной секунды Проведенной В данном бою Потому что Не считаю Что сейчас Проигрыш был Исключительно Из-за меня Или из-за того Что я с чем-то Не справился 2644 Ну будем говорить 2600 Единиц Нанесенного урона Что касается Результатов По фарму То за этот результат А поверьте мне На проге Такие результаты По настрелу Получать Очень даже Не сложно Я получаю Голым Чистоганом Без учета Прям аккаунта 33700 Но Если бы это была Победа То я бы вполне Спокойно вывез Отсюда 1050 Абсолютно Не Напрягаясь Что касается Прям аккаунта То и того Больше Если он Будет активирован У вас Что касается Моей результативности В команде Как вы видите Упрямое И бодрое Первое место Как я уже сказал Пускай мы не победили Но по крайней мере Сделали все Необходимое Для того чтобы Команда Эту победу Смогла одержать Ну Не справилась команда С кем не бывает Кому-то в чем-то Не повезло У кого-то бой Не пошел Ну а у кого-то Слишком быстро Вынесли Всяко бывает Ни на кого Не злюсь Ни на кого Не обижаюсь Бой есть бой Ну а Progetto 46 Есть Progetto 46 Крутить рулетку Или нет Определяйтесь Самостоятельно Я бы рекомендовал Ставить себе Границу Дальше Которой вы не заходите Ну либо уже Крутить До самого конца Для того чтобы Все таки машину Себе забрать Если она вам нужна Ну а в этом случае Готовьтесь отдать Полную цену рулетке За тачку И все что получите К ней в комплекте Я пошел снимать Следующее видео Специально для вас А вам друзья мои Искренне желаю Мира И обязательно спокойствия Всем пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok